Данила Гальпирович 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 и силы Украины могут готовить контрнаступление на Херсон. Ну вот у меня перед глазами карта, которую опубликовал российский ресурс, это РБК захваченных территорий Украины, России. Почти половина, больше трети явно Харьковской области захвачена, захвачена вся Луганская область, захвачена чуть больше половины Донецкой области, примерно от двух третей до трех четвертей Запорожской области, вся Херсонская область и некоторый кусок территории Николаевской области. Но вот в Харьковской области, откуда раньше не приходило известие о том, что эту территорию Россия также собирается загробастать у Украины, приходят в общем новости, которые об этом говорят. Во всяком случае, во-первых, на занятых российской армией территория Харьковской области вводится военное положение. Сообщает ТАСС, российское агентство тоже, что в городе Купинск поставлена гражданская так называемая пророссийская администрация. Это сделано с целью обеспечения общественного порядка и госбезопасности. Но вот военное положение в той части украинской территории, российское военное положение, которое пока еще не называлось, предназначенное к захвату, это, конечно, знаковая вещь, как и знаковым является визит министра просвещения России ровно туда же, в Купинск. Он, когда приехал туда, сказал, что была доставлена первая партия российских учебников для начальной и основной школы, в том числе учебники по истории и русскому языку. И при этом он, конечно, говорит, ну, явно для протокола, что с учителями украинских школ обсуждалось, что украинский язык будет изучаться как родной язык. Но вообще, конечно, вот эти новости из Харьковской области, они говорят о явных планах России, и поставить под контроль и, как минимум, часть территорий этой области тоже. Мы знаем, что такие разговоры велись о Запорожско-Херсонской областях, референдумы, так называемые, в Донецкой и Луганской областях. Но вот про Харьков теперь тоже можно говорить. Также, если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях и как Россия ворует сельхозпродукцию в Украине, то по этому вопросу уже появилось несколько расследований. Сначала наши коллеги из проекта «Схемы» издания «Радио Свобода» опубликовали расследование о том, что Турция, даже Турция, покупает зерно в Крыму, потому что туда ходили российские суда с зерном и разгружались вроде бы в турецких портах. А сейчас Wall Street Journal сделала расследование очень серьезное о том, как российские военнослужащие вывозят зерно из Украины и что это зерно с захваченных Россией территорий перевозят три российских балкера. Собственно, балкеры – это суда, которые называли раньше и журналисты «Радио Свобода». Они назвали два, а Wall Street Journal назвала три. И, в общем, это издание поговорило с одним из российских военнослужащих, который рассказал ему, что не хотел в войне участвовать, поэтому повез зерно из каменки Днепровской в Севастополь. Ну и очевидно, что, в общем, это делала именно армия. Несколько КАМАЗов с буквой «З» с скрытыми регистрационными номерами возили это зерно. Но очевидно совершенно, что у международного сообщества есть доказательства того, что Россия ворует зерно в Украине. И по оценкам НАСА сотрудники, которые изучали спутниковые снимки Украины на территории, которая захвачена российской армией, располагается около 22% всех сельхозугодий Украины. И, в общем, понятно, что теперь все с этих сельхозугодий контролируется Россией, и, скорее всего, будет оттуда переправляться для отправки, может быть, даже в другие страны. В общем, уже это делается в Сирию. И вывозится она и в Россию саму. Наладить экспорт самой Украины невозможно, из-за непрекращающихся боевых действий, минирования участков акватории Черного моря, в том числе и Одессы, которая является крупнейшим грузовым портом Украины. По поводу того, что происходит на оккупированных территориях, вот ты упомянул вновь школьные программы, как туда завозят учителей и переводят школы на российские программы. Сегодня стало известно о том, что в Херсонской области на русском языке заработали сайты так называемых новых областных и городских администраций. Понятно, что до этого все сайты администрации были на украинском языке, и вот теперь новые появились. Созданы официальные сайты Херсонской областной администрации, сайты городадминистрации Херсона, Новой Каховки, Геническо, Скадовска и так далее. Сайты зарегистрированы в российской доменной зоне РУ. И, кроме того, создано сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме. Обо всем этом сообщают российские медиа, соответственно. Ну и по поводу призыва. Помнишь, мы говорили о том, что заключенных из Петербурга этапировали после вербовки для службы в Украине. Об этом писали важные истории. Так вот, появилась реакция Федеральной службы исполнения наказания. Они, конечно же, отрицают все это. Об этом заявил председатель городской общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов. Я напомню, ранее независимое издание «Важные истории» со слов родственников заключенных написало материал о том, что из исправительной колонии номер 7 «Яблоневка» ЧВК Вагнера вербует людей для поездки на территорию Донбасса. И в Ростовскую область уже перевели около 40 заключенных. Да, и, в общем, «Голос Америки» наш коллега Санджар Хамидов тоже делает по этому поводу свое расследование. Я знаю, что он будет говорить с организациями, которые связаны с правами заключенных. Ну вот, посмотрим. Я думаю, что все эти отрицания, конечно же, похожи на все российские отрицания фактов, которые совершенно очевидно уже доступны большинству людей в мире. из медиа, с заявлений различных правозащитных организаций и так далее. Продолжает Запад готовиться к российской возможной агрессии, укрепляет границы НАТО и вооружения. В частности, на эстонскую авиабазу «Эмари» прибыла группа американских истребителей пятого поколения в 35. Это, в общем, довольно серьезное укрепление обороны Балтии. Ну и можно говорить о том, что мир как-то пытается обороняться и в имиджевом смысле от России. Во всяком случае, на одном снимке с ней не появляться. Есть сведения о том, что министры иностранных дел стран большой двадцатки, встреча их происходила на Бали в Индонезии, отказались делать традиционную групповую фотографию, потому что с Лавровым просто не захотели стоять рядом. Ну, точно не захотела стоять рядом вся Большая Семерка. То есть, это семь самых крупных развитых экономических стран демократии, но и многие другие. Ну и об этом официально сказала еще министр иностранных дел Индонезии, Ретна Марсуди, она раньше сказала, что накануне представители стран той же Большой Семерки отказались участвовать в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова. Ну, сам российский МИД говорит, что он там никакого бойкота не замечает, но вот когда Лавров фотографировался вместе с Ретна Марсуди, там кричали в зале, почему вы не остановите войну и когда вы остановите войну. То есть, очевидно совершенно, что моральное осуждение и вообще призывы к ответственности России за то, что она делает, очень серьезно. А сам Лавров говорит, а я никого и не приглашал фотографироваться. Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться, я никого и не приглашал. Меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Владимира Путина на саммит, который будет в ноябре. В общем, не очень-то и хотелось, сказал Лавров, и этого следовало ожидать. Да, у меня есть ощущение, что, в общем, дано указание такую строить бодрую мину при совсем плохой игре. То есть, ничего особенного с нами не происходит. Подумаешь, воюем, подумаешь, нас игнорируют. Но, тем не менее, игнорировать будут и дальше, и запреты против российского руководства вводят еще более широкие. Да, действительно, сегодня канадское правительство ввело новые санкции против кремлевского режима за агрессию против Украины. В обновленный черный список попали как физические, так и юридические лица. В частности, пропагандистский ресурс «Регнум» и глава РПЦ Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл. А вообще, по-моему, там много народу в этом обновленном списке. Да, там есть представители МИДа и МВД, то есть Мария Захарова и Ирина Волк, также предприниматель Тигран Худовердиан, глава Роскомнадзора Юрий Липов и некоторые его заместители. Ну и там куча народу из пропагандистской обоймы, то есть Олег Добродеев, Ольга Скобеева, Аркадий Мамонтов, супруг Маргариты Симонян, который окажется уже под санкциями Тигранки Осаян, и бизнесмен Александр Лебедев, которого сочли все-таки представителем скорее Кремля, чем наоборот. Ну и другие медиа, кроме упомянутых тобой, тоже попали под санкции, в частности, в ГТРК, Первый канал, НТВ, агентство ТАСС, компания «Газпром-медиа», «Раша Тудэй» и «Спутник». Ну а в РПЦ Московской патриархии на введение Канады санкции против патриарха Кирилла очень так культурно и православно отреагировали. Они назвали это дело «беспределом», ну то есть на тюремной лексике. Ну и патриарша экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид у себя в телеграм-канале написал, «Вместо того, чтобы искать любые точки соприкосновения, коллективный Запад уверенно пакостит, где можно». Ну что ж, еще раз повторюсь, «Нам такой хоккей не нужен». Это он цитирует известных советских еще спортивных комментаторов, которые такую фразу говорили как раз на матчах СССР-Канада. Но в данном случае, я думаю, что счет явно за Канадой. Ну и еще одна новость, которая имеет отношение к Канаде. Непосредственная Канада собирается этим летом отправить в Украину 39 бронетранспортеров. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министра обороны страны Аниту Анант. Передача «Новые бронетехники» — это часть военной поддержки Украины, предусмотренная бюджетом Канады. В апреле правительство этой страны выделило в помощь украинцам 500 миллионов канадских долларов. Ну и США пытаются экономически продолжать воздействие на Россию. В частности, на следующей неделе глава Минфина США Джанет Йеллен отправится в турне по странам Азии, чтобы обсуждать санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил сегодня телеканал CNBC. Ну и в самом Минфине заявляют, что поездка Йеллен в Японию, Индонезию и Южную Корею будет как раз на этом и сфокусирована. На возможном дальнейшем ужесточении санкций в отношении России. Я напомню, что «Большая семерка» договорилась о усилиях по ограничению цены на российскую нефть. Фомио Кисида раньше говорил, премьер-министр Японии, что попытаются ограничивать примерно в половину от нынешних цен. Ну и довольно серьезные везде будут встречи, в том числе, кстати, и в «Большой двадцатке». Там же, скорее всего, будет встреча министров финансов «Большой двадцатки». Очевидно, что США продолжают обсуждать с союзниками возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах примерно 40-60 долларов за баррель. При этом Владимир Путин говорит, что да-да-да, вот на самом деле санкции сказываются. Он сегодня, встречаясь с правительством, говорил почти противоположное тому, что он говорил накануне на встрече с депутатами Госдумы. Сегодня он говорит, что санкции и ограничения наносят определенный ущерб экономике страны. «Блицкрик», конечно, не удался, как он говорит, но вот все-таки ущерб, а они нам наносят эти действия с ограничения, наносят ущерб нашей экономике и так далее. И он призвал правительство, видимо, в отличие от депутатов, учитывать эти самые ограничения. А то, по его словам, некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Наплевать на них, на эти санкции, пошли подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились. Но так вот это вот не так. Это говорит Путин, я его цитировал. Надо сказать, что выстраивание образа Путина, такой голос разума, когда, например, кто-то побежит впереди паровоза и скажет, мы там Запад разбомбим, а следом выходит Путин и говорит, не-не, ну не разбомбим. Вот это вот обычное дело для российской власти, это тактика информационная была принята уже очень давно, и вот президент Путин ее продолжает. А тем временем, если говорить о санкциях, действительно не до шуток, комсомольская правда, российская комсомольская правда, она, как вы знаете, врать не будет, сообщает о том, что пластические хирурги российские столкнулись с невероятными трудностями, потому что не хватает имплантов для ягодиц. И сообщается о том, что в нынешней ситуации из-за дороговизны и сложностей с логистикой, эти импланты просто исчезли. Менее критичная ситуация с грудными имплантами, по словам пластических хирургов, но все равно не очень там хорошо, и приходится брать то, что есть. Выбора почти не осталось. Мы, кстати, рассказывали в одном из подкастов, как один из пластических хирургов российских запустил линейку, уж не знаю, он шутил или нет, но объявлял он об этом серьезно. Патриотических имплантов. Росгрудь это называлось. Ты, по-моему, как раз пропустил. Это мы с Александром Григорьевым рассказывали про росгрудь. Это как раз и была та новость о телесных санкциях, которую я анонсировал в самом начале, и которую ты сейчас, Ксюша, озвучила. Да, это было такое юмористическое-лирическое отступление, а на самом деле очень серьезные вещи продолжают происходить в России с правами человека и продолжают задерживать, штрафовать и даже приговаривать к реальным срокам людей, которые выступают против войны. Вот накануне Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата Красносельского округа Алексея Гориного к семи годам колонии общего режима. Ровно столько запрашивал прокурор. Судья Олеся Менделеева признала Гориного виновным в распространении фейков о российской армии. Во время заседания Совета депутатов он использовал термин «война», а не специальная операция. Это тоже ему вменили в вину. И с конца апреля Горинов находился в СИЗО. Первое заседание по его делу прошло еще 1 июня. Тогда он просил изменить меру пресечения, говорил о том, что ему некуда скрыться. Это моя родина, это моя страна, я не первый раз депутат. Но судья все равно оставила его в СИЗО. И накануне Алексей Горинов произнес речь в суде, выступил с последним словом, я немного процитирую. «Я в этом убежден, война – самое быстрое средство расчеловечивания, когда стирается грань между добром и злом. Война всегда есть насилие и кровь, разорванные тела и оторванные конечности. Это всегда смерть. Я это не приемлю и отторгаю», заявил депутат. Еще раз напомню, его приговорили к семи годам колонии. Это, как вы уже поняли, мы плавно перешли к рубрике «Кого, где и за что». И в ней также сегодня наш герой кандидат в муниципальные депутаты Кирилл Левченко из Бердска. На него тоже завели дело о фейках про армию из-за поста в Инстаграме. По словам Левченко, поводом для дела стал пост еще от 5 марта. Оппозиционер опубликовал видео с кадрами BBC из разрушенной российскими обстрелами Бородянки. И в ролике звучала цитата президента Владимира Путина о том, что российская армия атакует исключительно военные объекты. Далее он написал «За вопросы еще не сажают? Кто же эту ситуацию развязал? Какие фашисты ввергли в гуманитарную катастрофу 44 миллиона людей? Под чьими бомбами рушатся дома мирных жителей? Кто загнал в подвалы детей? В каком бункере прячется нацист, отдавший приказ уничтожить страну?» Написал Левченко в подписи под видео. Он уехал из России вместе с женой, поэтому следователи вызвали на допрос в качестве свидетелей его родителей, а также тещу и тести. Да, ну, во-первых, это продолжение всей истории с борьбой Кремля с оппозицией еще раньше, когда родственников наказывали за действия детей, братьев и так далее. В общем, это давняя такая практика взятия в заложники членов семьи. Но вот информационно власти России закрывают страну еще дальше. В частности, сегодня Совет Федерации на своем заседании последнем летнем поддержал закон о внесудебном закрытии медиа за распространение фейков так называемых. Согласно этому документу, при первом нарушении генпрокурор либо его заместитель будут вносить требования в Роскомнадзор приостанавливать деятельность медиа. То есть, без всякого суда. Это самое главное, что в России сейчас происходит. Суд уже даже при всей его лояльности, как мы видим из приговора Горинову, при всей его готовности служить власти, исключается из процесса вообще. Кроме того, Совет Федерации сегодня проголосовал за обобщенный закон об иностранных агентах. И этот закон предусматривает, что иностранным агентам может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и любое объединение лиц или физлицо независимо от его гражданства, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием. То есть, все в мире, грубо говоря, могут быть объявлены иностранными агентами. Получаешь, ты зарплату от компании и за границей, живя за границей, будучи не гражданином России. Все равно иностранный агент. Ну, в общем, фантастика. Будет введение реестра, который содержит информацию об иностранных агентах. Он сейчас уже ведется, но, видимо, теперь в нем ожидается прибавление, и такие списки будут публиковаться, наверное, как когда-то Дадзебао в Китае или газета «Правда» в 30-х годах. Ну, Макдональдс больше не иноагент, он, как вы знаете, теперь называется «Вкусно и точка». Но вот беда. В новой сети ресторанов «Вкусно и точка» не будет картошки фри и картошки по-деревенски. Кстати, это предсказывали блогеры, потому что было много шуток. Уж очень эта картошка свободолюбиво называется фри. Так вот, о том, что картошки не будет, РБК сообщили в пресс-службе сети «Вкусно и точка» и дали официальное объяснение. Это связано с тем, что в 2021 году в России был неурожай для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России, сказали в сети. Во вкусная точка добавили, что картошка фри вернется осенью с началом следующего урожайного года. Ну а Минсельхоз российский, видимо, перепугавшись, что вкусная точка совершенно случайно выдали реальную информацию о дефиците картофеля, заявила официально, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Пост в телеграм-канале Минсельхоза об этом озаглавлен картошка есть и точка, чтобы не было никаких разночтений по поводу тому, кому чиновники отвечают. И в заключение, как всегда, информация, которая вселяет некий оптимизм. Голливудская актриса Кейт Бланшетт поддержала Украину и на днях представила свой документальный фильм о битве за Харьков под названием «Украина. Жизнь под ударом». Я напомню, что Кейт Бланшетт тоже посол доброй воли ООН, как Анжелина Джоли и актер Бен Стиллер, который недавно приезжал в Киев. Она сняла фильм вместе с бывшим редактором британского телеканала Channel 4 News Бенджамином Депиром. Продолжительность ленты около часа. И ее главные герои это спасатель Роман и его команда, которые спасали Харьков от пожаров, вызванных взрывами, а также фельдшеры Татьяна и Ирина. Они не только спасали раненых, но и ежедневно помогали людям, которые несколько месяцев находились в подполье, скрываясь от ударов. Эта новость, я сказала о том, что это какой-то оптимизм дает. И действительно, каждый раз, когда мы упоминаем известных людей, всемирно известных голливудских актеров, которые поддерживают Украину, мне кажется, что это важно для Украины, для украинцев и для будущей победы. Ну, в общем, да, и мы помним, кого Кейт Бланшетт играла в свое время, кого она только не играла, но одна из ее ролей это Галадриэль в «Властелине колец». Возможно, когда такая волшебница на стороне добра, может быть, все-таки победа приблизится. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok